Инициативы президента по повышению уровня жизни наиболее незащищенных слоев населения осуществляет руководство области. Итоги работы за 9 месяцев года были представлены на заседании Общественного совета при областной государственной администрации. По инициативе президента предусмотрено увеличение помощи пенсионерам, инвалидам, ветеранам военных конфликтов. Представители их общественных организаций входят в состав Общественного совета при областной государственной администрации. В первую очередь внимание уделяется ветеранам Великой Отечественной войны. Им предоставлена различная помощь более чем на полтора миллиона гривен. Согласно меморандуму между областной администрацией и общественными организациями, 875 инвалидам и числа воинов-интернационалистов ежемесячно выплачивается стипендия в 300 гривен на общую сумму почти 2 миллиона. В рамках программы «Милосердие в действии» целевую материальную помощь получили 1865 жителей области, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Есть виды помощи, предоставляемые только в Одесской области. Это местная инициатива. Это оздоровление наших уважаемых чернобыльцев и уважаемых ветеранов войны. Начиная с 2011 года мы проводим оздоровление за счет областного бюджета помимо государственной программы. Причем, если в 2011 году это было пробно выделено полмиллиона наздоровления чернобыльцев, то в 2012 году это был уже миллион на одну категорию, миллион на второй категории. И в этом году точно такие же деньги были предусмотрены. Отдельными пунктами социальной программы предусмотрено оказание помощи многодетным семьям и родителям, воспитывающим детей с ограниченными физическими возможностями. У нас есть такая программа в области, пункт программы области, как помощь детей, семьям, которые воспитывают пять и больше несовершеннолетних детей. Ежеквартально такие семьи получают по 500 гривен в свой бюджет. И эта программа касается 400 семей. В нынешнем году открылись два дневных отделения для детей с ограниченными физическими возможностями на 25 мест каждый. Благодаря этому родители могут работать. Планируется открыть такие заведения во всех районных центрах и крупных селах.